В эфире телеканала Обнинск ТВ программа «Постфактум». Подводим итоги уходящей недели в студии Дмитрий Глухов. Вот о чем мы расскажем сегодня. Дмитрий Глухов. Дмитрий Глухов. Дмитрий Глухов. Дмитрий Глухов. Дмитрий Глухов. Дмитрий Глухов. Данные сегодняшнего дня свидетельствуют, что уровень воды перестал подниматься, сказал Сергей Краско. Дмитрий Глухов. 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 Что сегодня такое город Огницк? Это его жители. Умные, талантливые, инициативные, благодаря которым наш город знают не только в России, но и за рубежом. В это непростое время сейчас направление медицины особенно важно. Это отметили и при вручении городской премии. Лауреатом в этой номинации стал Александр Потапов за работу по внедрению стратегии ускоренной реабилитации хирургических пациентов. Я знаю очень многих людей, для которых Омни стал формулой успеха. И те годы, которые я проживаю в этом городе, убедили меня в том, что если ты честно и верно служишь своему делу, то у тебя все получается. Директор школы номер 17 Светлана Чубарова была удостоена награды в номинации образования. Стоит отметить, что школа, открытая в 2019-м, уникальное место, которое стало новой страницей образования в Огнинске. Школа – это заслуга большой команды, начиная от администрации Калужской области, управления образованием, администрации города Огнинска. И в результате получилось такое. Особое внимание уделяется и новому, молодому поколению. Так, в номинации «Молодежная инициатива» стал лауреатом Егор Колобов за развитие технологий сети фермерства в России и создание стартап-компании по выращиванию органической продукции в городской среде. Я рад, что это не только моя заслуга, но и заслуга всей нашей команды. И мы признательны, что результаты нашей команды признаются на уровне города. Идейный вдохновитель конкурса Нонна Черных отметила, что премия «Человек-года» признана одним из престижных мероприятий перед Днем города. Сегодня очень жаль, что нет большого зала, то есть нет людей, потому что коронавирус. А так всегда это, в общем-то, уже теперь признано самым престижным праздником перед Днем города. 2019 год был одним из самых ярких, ведь было совершено немало достижений и в науке, и в культуре, и в спорте, и в других областях. Лауреаты и номинанты на премию «Человек-года» в очередной раз сделали нашу жизнь насыщенней и интересней, дали повод гордиться первым наукоградом России – Обнинском. Кристина Забожко, Полина Соур, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. На прошлой неделе начался прием заявлений на предоставление земли близ Спасзагорье для многодетных семей из Наукограда. Выделено более 700 участков Обнинским очередникам. На место для осмотра территорий уже осуществляются выезды. Накануне одного из них мы познакомились с многодетными мамами и их детьми, узнали мечты и планы будущих землевладельцев. Я хочу, чтобы еще на нашем участке была горка, игровой домик и качели, еще песочница. Я еще хочу, чтобы у нас были пять мнесушек. Ключи от счастья – это мечты, воплотившиеся в жизнь. Судя по всему, именно такому девизу следует членам многодетной семьи Татьяны Сыщиковой. Они стараются визуализировать свои желания, чтобы красивые задумки поскорее приобрели реальное очертание. Я бы хотела там увидеть дом, неважно по высоте какой, и две лошади хотя бы, и футбольное поле. Несмотря на то, что на жилищные условия эти многодетные мамы не жалуются, все-таки жизнь на природе их вдохновляет больше, чем городская. Частые прогулки на свежем воздухе, простор, возможность заняться ландшафтным дизайном. Ну и, конечно, хрестоматийное – построить дом и посадить дерево. Программу «Максимум» хочется выполнить на отлично. Конечно, мы счастливы, потому что мы уже потихонечку посматриваем проекты, начинаем изучать стройматериалы. Пока к единому мнению, конечно, не пришли. И, конечно, все это еще большой труд, большое мероприятие, я бы тогда же сказала. Но мы очень ждем и очень надеемся. Общественный центр «Моногомама» в Обнинске достаточно активен, продвигают инициативы, стараясь улучшить положение многодетных семей. Все пребывают в радостном предвкушении с того момента, как узнали, что администрации Наукограда удалось решить вопрос с выделением земли в достаточно хорошем месте, не очень далеко от цивилизации. Даже название для нового поселения будущие жители придумали – «Многодетовка». А улицы в деревне предлагают назвать в честь известных обнинских многодетных семей. Настрой, конечно, боевой. С одной стороны, конечно, да, это земля. С другой стороны, ты можешь реализовать свои идеи, свои фантазии, дизайн дома, продумать. И на это есть время. С другой стороны, конечно, нужны финансы. К этому надо готовиться. Семья Юлии Озлс шесть лет стояла в очереди на получение участка. В субботу вместе с другими счастливчиками планируют поехать в Спас-Загорье. Не беда, что трава на участках по пояс и дел впереди очень много. В деревне, говорят, глаза страшат, а руки делают. В дружном семействе каждый готов помогать, чтобы воплощать мечты. А это главное. Елена Филина, Дмитрий Глухов, Огненск ТВ. Командное соревнование федерального уровня «Цифровой прорыв» – объект пристального внимания крупнейших и богатейших компаний страны. На конкурсе происходит отбор самых ярких талантов в этой сфере. О том, как они растут в тиши учебных аудиторий и бизнес-инкубаторов нашего города, сейчас и расскажем. По словам Вадима Моисеева, выигравшего грант в рамках программы «Старт», проводимого Фондом содействия инновациям в Калужской области, в основе его проекта лежит сверхточная нейросеть, позволяющая вести учет пассажиров. Работа называется «Система автоматизированного подсчета пассажиропотока в общественном транспорте». Разработанное программное обеспечение позволяет решить целый комплекс задач – от контроля выручки до математического анализа перспективных пассажиропотоков всех видов транспорта. В настоящее время создан прототип нашего программного обеспечения, который мы продемонстрировали и губернатору, и планируем в ближайшее время завершить, скажем так, первый этап его разработки для дальнейшей обкатки на автотранспортном предприятии, в том числе Обнинска. Губернатор, кстати, предложил эту идею. Коммерческий потенциал этой идеи трудно переоценить. Не меньше интереса у бизнеса вызывает новый продукт коллектива ООО «ПУС», на счету которого – корпоративный проект администрации региона. Интересно, что эта разработка позволит уже в ближайшие несколько лет перевести всех чиновников Калужской области, а их около 5000 человек, на единый инструмент взаимодействия и ведения проекта. Генеральный директор Сергей Михнов рассказал о том, над чем сейчас работает команда компании. Занимаемся созданием новой информационной системы на базе платформы «Битрикс-24». Это очень удобно, наглядно и сильно повышает эффективность работы любой компании. Все знают, что в шахматной партии именно первые несколько ходов могут стать самым важным. Впрочем, как и в бизнесе. Выбрать дебютный план и начать борьбу за перевес – для ученика физико-технической школы Дениса Михнова «Опыт папы – золотой билет в IT-будущее», разыгранный словно по шахматному учебнику. Я ходила в Технолаб, у нас в Обнецке, да, тоже, и целый год потратила на то, чтобы обучиться вот этому монтажу. Изучил много разных программ, знаю много эффектов. Специалисты отмечают, что обязательным в дорожной карте IT-специалиста будущего является участие в различных олимпиадах по информатике, по катонах и спортивных соревнованиях разработчиков. Это понимают в первом наукограде России и основательно подходят к процессу взращивания перспективных кадров. Информатика, информационные технологии на углубленном уровне преподаются не только в гимназии физико-технической школе, а также, если вы знаете, у нас есть педагогическое содружество «Афалина», которое работает на базе Центра развития творчества детей и юношества. Новую жизнь, преподавание курса информатики, информационных технологий, освоение новых информационных технологий в городе Обнинске получат после того, как мы откроем Кванториум на базе Центра развития творчества детей и юношества. Эксперты констатируют, уже сейчас в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» государство увеличило количество бюджетных мест в два раза, и оно достигает 45 тысяч. В ближайшее время предполагается довести этот показатель до 120 тысяч бюджетных мест в год. Учитывая традиционный интерес наукоградцев к точным наукам и информатике, можно надеяться, что уже завтра многие из них займут эти места и присоединятся к амбициозным национальным проектам. Эльбира Ягудинова, Кристина Забужко, Сергей Макрецов, Обнинск. Ежегодно студенты Обнинского колледжа технологий и услуг участвуют во Всероссийском чемпионате WorldSkills и показывают неплохие результаты. Но в 2020 году в связи с коронавирусом массовые мероприятия или отменяются, или переносятся на 2021, или меняют формат. Удастся ли в этот раз студентам показать, чему их научили? WorldSkills – это национальный конкурс профессионального мастерства для молодых людей, которые обучаются рабочим профессиям. Обнинский колледж представит участников по трем направлениям – ресторанный сервис, администрирование отеля и веб-дизайн и разработка. В октябре месяце в нашем регионе, Тульск-Алурской области, проходили региональный чемпионат WorldSkills молодые профессионалы. И вот уже в связи с тем, что наши студенты заняли первое место, то есть золотые медали, им предоставилась возможность участвовать в отборочном туре и в национальном чемпионате. Заключительный этап конкурса состоится в сентябре, и в связи с пандемией коронавируса чемпионаты по всем компетенциям пройдут в дистанционном формате. Оценивать работы студентов будут эксперты всероссийского и мирового уровней. Студент Виктор Дубов выступает в компетенции «Сфера услуг» по направлению «Ресторанный сервис». В подобных мероприятиях он участвует не первый год и уже имеет множество наград за успешные профессиональные выступления. На чемпионате в сентябре он будет на камеру выполнять индивидуальные задания, скилл-тесты на оценку. Скилл-тесты у нас подразумевают нарезку разновидностей сыров, также нарезку фруктовой тарелки, также филетирование рыбы, слабосоленой рыбы и тому подобное. В области веб-дизайна выступит Никита Постовой, а мастерство администрирования отеля покажет жюри Лада Романишина. Сейчас ребята готовятся к чемпионату и тренируются в стенах колледжа несколько раз в неделю. Полина Саур, Алексей Гавшин, Обнинск ТВ Сделать медицину доступной проживающим в сельской местности – важная задача, ведь людям приходится ездить за 3-9 земель, чтобы попасть на прием к врачу. А если нет своей машины? В 2019 году в Малоярославецком районе должны были появиться 3 фельдшерско-акушерских пункта – в деревнях Максимовка, Панская и Воробьева. Первые два были успешно завершены и заработали. Срок сдачи Воробьевского медучреждения сместился с 4 квартала 2019 на 2020 год. Июль на дворе, а ФАП в Воробьево все еще не работает. Главный врач центральной больницы рассказал, что процесс строительства не заладился с самого начала. Работа велась с нарушениями, на которые подрядчику неоднократно указывали, косяки фиксировали, составляли акты. В июне этого года специальная комиссия отказалась принимать работу. Выявлено более 50 нарушений. Часть слишком серьезные. Кровля покрыта саморезами, которые не кровельные, обычные, то есть что возможно протекание. Металлические изделия в ржавчине, то есть по ржавчине покрашенная краской, и ржавчина уже проступает на сегодняшний день. Имеются многочисленные дефекты покрытия ФАПа, то есть внешнего контура. Одна из стен ФАПа завалена вообще, под углом установлена. Имеются дефекты плиты и так далее и тому подобное. Чувствуется, что делали для людей. Документы направили в федеральную антимонопольную службу. Подрядчик, по словам Михаила Брука, внесен в реестр недобросовестных. Выделенные из областного бюджета деньги не потеряны, поскольку работу не приняли. Сейчас вопрос решается о том, что делать с этим ФАПом и о возможном возведении нового ФАПа на этом месте, либо в другом месте, в деревне Воробьево. Сразу все село ФАПами не застроить, поэтому расставляются приоритеты. Другие населенные пункты ждут своей очереди. Вроде бы воробьевцам повезло, но вот теперь более 1300 человек вновь ждут. А ведь здесь подумывали даже целую амбулаторию выстроить. Не сложилось. Остановились на фельдшерско-акушерском пункте большего размера. В скором времени главный врач и глава администрации Малоярославецкого района проведут встречу с жителями, чтобы объяснить ситуацию. В этом году строится ФАП в деревне Березовка. Работают, обгоняя график и качественно, рассказал главный врач. ФАП ПТИЦ ЗАЖАТО на дороге автотранспортом гостей парка ПТИЦ. Руководители администрации Жуковского района выехали на место для изучения ситуации и поиска решений проблемы с организацией дорожной инфраструктуры на этом участке. Что касается расширения парковочного пространства, то на сегодняшний день надо, во-первых, посмотреть, имеются ли свободные земельные участки, потому что данная территория вокруг и прилегающая в том числе к данному парку ПТИЦ, она находится в собственности либо в аренде собственника этого земельного участка. Мы направим ходатайство в Министерство дорожного хозяйства для того, чтобы совместно рассмотреть на данном участке и, возможно, внести определенные изменения в дислокацию, если отдел безопасности дорожного движения Калуга-Дорозаказчика согласует нам такое решение и уже регион проведет эти мероприятия. Ограничения, связанные с коронавирусной пандемией, продолжают постепенно отменять. Наконец, разрешили возобновить работу общепиту с соблюдением всех мер, разумеется, а один из шагов к привычной жизни напрямую коснулся городского парка. И вот, наконец-то, аттракционы в городском парке возобновили свою работу после пандемии. Люди соскучились. У арендатора, помимо всего прочего, есть обязательства перед парком, а летние месяцы, самый прибыльный период, выпали. И гостям, и организаторам досуга нужно будет соблюдать меры предосторожности. Мы, наверное, социально ответственное предприятие, мы сделали ограничение в количестве посещений на данный аттракцион. Если, допустим, аттракцион позволял единовременно пускать 20 детей, то сейчас мы туда запускаем 7 человек. Санитарная обработка проводится очень часто, то есть где-то в районе раз в час. Директор парка призывает горожан с пониманием относиться к нововведениям. Это для безопасности самих посетителей. Вышел из отпуска парк 11 июня. С тех пор здесь уже заработала новая зона отдыха с фонтаном, песочницей и шезлонгами. В августе хотят открыть еще и площадку для выгула собак. Человек пришел в парк, ему предлагается пойти погулять с собакой в эту зону, чтобы не нарушать общественный порядок. И будут в этой зоне собаки прекрасно себя чувствовать. А на следующий год уже, может быть, сделаем в этой зоне небольшие какие-то бумы для собак. Расположится площадка в той части парка, что ближе к улице Пирогова. Наверняка жители близлежащих микрорайонов начнут приходить сюда, ведь в старом городе нет определенной территории для выгула собак. Руководство парка не против. Появится дополнительное сетчатое ограждение, установят урны, чтобы хозяева могли убирать за питомцами. Что касается зоны около площадки Кадриль, там покосили траву, расчистили дорожки, выкрасили бордюры, нанесли разметку. Здесь намерены проводить уроки для малышей по правилам безопасности дорожного движения. Сейчас они проходят у главной сцены. В этом году хотим заказать туда дорожные знаки, маленькие поставить, сделать какие-то интересные объекты типа школы, остановки. Это будет такой маленький городок, как будто дети катаются по городу. Может даже сделаем маленькие светофорчики. Кататься на великах, роликах и самокатах просто так, для души, никто тоже не запретит. Доведут до ума эту территорию к следующему году, говорит руководитель парка. Музейный комплекс «Первая атомная электростанция» не работал в период действия ограничений. В настоящее время сотрудники домика Курчатова готовятся возобновить работу, обновляют экспозицию и приводят в порядок территорию. Слово нашей коллеге Эльвире Ягудиновой. В любом деле, в любой истории самые главные люди, особенно в истории мирного атома, которая началась именно в нашем городе. Мы отправляемся сейчас в домик Курчатова, где жил и творил великий физик, и где сегодня мечтают о поколении быстрых разумов, рождать которые первостепенная задача российской земли. В свое время создатель первой атомной электростанции Игорь Курчатов учил молодых коллег не копировать то, что уже создали другие, а создавать свое. Это желание научить неординарно мыслить подрастающее поколение с тем, чтобы заложить основу будущей недюжинной научной смены, стало предпосылкой просветительской задачи, которую ставят перед собой в отраслевом мемориальном комплексе первой в мире АЭЦ. Для идеолога и разработчика концепции Музея атомной энергетики России Михаила Гайдина вся его жизнь в атомной отрасли, и он убежден, что нигде не состоялся бы, кроме как здесь. Кстати, я сегодня трудовую книжку у меня дали, мою вернули, сейчас это электроника. У меня 62 года стаж, 50 лет. В домике Курчатов среди сосен, шепчущих ветру рассказы о легендарном ученом, которого они видели еще совсем молодыми, раздаются звуки музыки и детский смех. Восторг маленьких участников физических опытов неописуем. Их можно понять. Не каждому взрослому приходится вживую увидеть термин «вокс» – самый фантастический инструмент, порождающий звук от пасов руками. Или включать левитацию предметов прямо на столе. Или пытаться сформулировать, что такое атом, используя простые и обычные понятия. До введения ограничений занятия клуба «Умное сердце», на которые обязательно должно приходить родителям вместе с детьми, проходили здесь регулярно. Студенты и школьники помогали показывать опыты. А дошколята, замерев от происходящего, впервые задумывались над тем, почему свет виден в дыму и не виден без него. Почему взлетают самолеты или светится лампочка вблизи генератора Теслы. На таких необычных уроках, сидя у костра в лесу, можно неожиданно узнать, что огонь, который тебя согревает – это освобожденная энергия одного из атомов, который изменил свою орбиту. Так свою орбиту физико-реакторщика и изобретателя, на счету которого 28 авторских свидетельств, изменил когда-то и Михаил Гайдин, чтобы свободная энергия согревала детские сердца, делая их умными. Он много часов посвящает также работе по введению архива музея. Мечтает когда-нибудь оцифровать 5000 часов пленки, набранной за годы работы. И сетует, что силами всех трех музейных сотрудников сделать это сложно. Вот я как-то с турками проводил экскурсию, вот это я все рассказала, спрашиваю у них. Вот, ребят, скажите, как вы думаете, сколько человек у нас работает в коллективе? Они говорят, ну, человек 100. Вот это вот, это вот впечатление складывается, такое вот это рассказывает. Под звуки дождя за окном мы смотрели на сосны. Михаил Гайдин рассказывал о задумках, занятиях с детьми, проведении экскурсий, закладке клумбы, о всех тех планах, которые вынуждены были отложены из-за COVID-19. И вдруг стало так понятно, что в их непривычных занятиях привлекает незашоренные еще детские души. Все эти опыты, разговоры о привычных вещах с непривычной стороны. Они дают новые точки обзора в восприятии мира. И мир становится многомерным, удивительным, готовым открыть свои тайны. Наверное, по-другому в первом наукограде быть не может. Не должно. Ведь у нас здесь атом рядом. Эльвира Ягудинова, Сергей Мокрецов из домика Курчатова, Обнис ТВ. Вот такой была эта неделя. Посмотрим, что принесет нам новое. О ней расскажем в следующем выпуске программы «Постфактум». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»